Добрый день, дорогие друзья! Хочу поговорить о джихаде и объяснить, почему не может быть джихад между христианами и мусульманами. Так вот, что означает джихад? Джихад переводится как «борьба за веру». С учетом того, что мусульмане признают, что есть единый Бог, но есть пророки Мухаммад и пророк Иса, то есть Иисус, которого в том числе тоже нужно уложить, как говорил пророк Мухаммад, то никакой речи о священной войне между христианами и мусульманами речь не может идти по одной простой причине. Дело в том, что борьба за веру предполагает именно борьбу против шайтана, то есть против сатаны, приспешников сатаны. И если с кем-то можно воевать, то это именно с теми, кто является безбожниками. С учетом того, что армянский народ является потомками Хайка, миссия которого как раз таки и миссия армянского народа как раз таки состоит в том, чтобы бороться с сатаной и злом, то воевать с армянами мусульмане не имеют права. Потому что мы, по сути, занимаемся тем самым дзихадом, о котором говорят мусульмане. Именно мы, именно армянский народ. Мы первые на государственном уровне признали христианство. И мы боремся с этим злом. И с сатаной. Поэтому те, кто пропагандирует войну против армян, считают, что они идут сами против своей веры. Они сами идут против джихада. Понимаете? И еще раз объясняю. Таких людей никогда нельзя будет назвать шахидами. Потому что они в данном случае, в данном случае Алиев, он является приспешником зла. Приспешником сатаной. Приспешником в Великобритании. Которые преследуют одну цель. Заработать денег на смертях всех этих людей. Организовать транзит нефти через территорию Армении. Вот для чего все это происходит. Понимаете? То есть для зарабатывания денег. Поэтому большой спрос будет со всех воинов, которые воевали на земле против армянского народа. И они не попадут в рай. Как это обеспечивается обычно шахидами. Аллах с них спросит по полной программе. Поэтому советую вам одумайтесь. Уезжайте в лучшие страны, если не хотите воевать. чем нежели будете идти против все вышли и против своей веры. Религиозный человек всегда стремится к добру и справедливости. Религиозный человек в этот мир приносит только добро и религия собственно. А все остальное сквернословие, унижение слабое это все идет от шайтана, от сатана. И чем больше вы эту агрессию проявляете, тем больше зло и сил шайтану и сатане вы даете. Не будьте его приспешником. Будьте людьми. Каждый человек может стать пророком. Достаточно мир людской и носит добро и правильные понятия. Спасибо за внимание. Продолжение следует...